Банкротство физических лиц Кто и в каком случае может начать процедуру банкротства? Кредитор может подать исковое заявление в суд на признание физического лица банкротом, если гражданин имеет задолженность перед ним на сумму не менее полумиллиона рублей, с просрочкой не менее трех месяцев. Кредиторами могут выступать банки, микрофинансовые организации, частные взаимодавцы, федеральная налоговая служба. Сам же гражданин может подать исковое заявление в суд на признание себя банкротом при любой сумме кредитов, в том случае, если не в состоянии в срок платить по долгам, а также выполняется любое из ниже перечисленных условий неплатежеспособности. Первое. Должник прекратил полностью расчеты с кредиторами. Второе. Более 10% от всей суммы долгов просрочено. Третье. Размер задолженности превышает стоимость имущества должника. Четвертое. Исполнительное производство в отношении должника завершено за невозможностью взыскания. Подробнее об этом можно прочесть в статьях 213.4 и 213.6 Федерального закона о несостоятельности, банкротстве. Какие сделки и в течение какого времени кредитор может оспорить? Для защиты интересов кредиторов, закон позволяет оспорить сделки должника банкрота, совершенные во вред кредиторам. Возможность оспорить сделки вовсе не означает, что все сделки за последние три года будут оспорены. Оспорить и признать недействительными могут только сделки, которые Первое. Совершены в течение года перед банкротством по цене ниже рыночной или безвозмездно. Второе. Совершены в течение трех лет до банкротства. Вторая сторона сделки – близкий родственник, должник на момент совершения сделки отвечал признаком неплатежеспособности или недостаточности имущества. Кроме того, если в течение одного месяца, в ряде случаев, полугода, были совершены сделки с предпочтением одного из кредиторов, то таковые также могут быть оспорены. Например, если за две недели до банкротства был полностью погашен ипотечный кредит, то этот платеж за ипотеку будет возвращен и пропорционально разделен между всеми кредиторами. Оспорены могут быть не только сделки купли-продажи имущества, дарения, но также брачные договора с разделом имущества и тому подобное. Запрет на выезд за границу. Должнику может быть запрещен выезд за пределы Российской Федерации. Первое. Судебным приставом-исполнителям в рамках исполнительного производства, если сумма долга больше 10 тысяч рублей. В делах о банкротстве физических лиц исполнительные производства приостанавливаются или прекращаются. Соответственно, и запреты, вынесенные судебным приставом, снимаются. Второе. Арбитражным судом на период процедуры реализации имущества в деле о банкротстве физического лица может быть вынесен запрет на выезд за границу. По завершении дела о банкротстве запрет на выезд снимается. Самостоятельный поиск финансового управляющего. СРЭА. Нужно самостоятельно заниматься поисками финансового управляющего. У саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, сокращенно СРЭА, по закону, нет обязанности предоставлять кандидатуру финансового управляющего, а также у финансового управляющего нет обязательств перед СРЭА и судом брать какое-либо дело о банкротстве без личного согласия. Поэтому, при указании первого попавшегося СРЭА в заявлении о банкротстве, высока вероятность, что СРЭА не предоставит кандидатуру для дела должника, и как следствие, дело о банкротстве будет прекращено. К сожалению, в России мало финансовых управляющих, согласных брать дела о банкротстве граждан из-за низкого размера вознаграждения, несмотря на его повышение с 10 до 25 тысяч рублей за одну процедуру банкротства физического лица. Разве что у должника есть дорогостоящее недвижимое имущество, которое финансовый управляющий сможет реализовать, и получить от суммы его реализации 7%. Ссылка на видео о саморегулируемых организациях арбитражных финансовых управляющих, сокращенно СРЭА в описании к видео. Могу ли забрать единственное жилье? На данный момент, согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, единственное жилье за долги забрать не могут, если оно не является предметом ипотеки. Причем единственным жильем будет являться и квартира площадью 30 квадратных метров, и шикарный особняк площадью 1000 квадратных метров, если должник в нем зарегистрирован. Кредиторы видят в этом определенную несправедливость, ведь шикарное жилье можно было бы, к примеру, обменять с доплатой на более скромное, а вырученные деньги направить на погашение долгов перед кредиторами. Этот вопрос неоднократно поднимался Конституционным судом, который рекомендовал Госдуме доработать закон и ограничить понятие неприкосновенности единственного жилья нормами площади на человека. В конце 2014 года Министерство юстиции вновь подчеркнуло необходимость проработки вопроса с просторным единственным жильем должника. Но дальше предложений этот вопрос не сдвинулся. Единственное жилье по-прежнему остается неприкосновенным вне зависимости от площади. Сколько стоит стать банкротом? Дело о банкротстве физического лица требует определенных финансовых затрат со стороны заявителя, более 50 тысяч рублей за одну процедуру. Банк заинтересован вложить деньги в процедуру банкротства только, если точно известно, что у должника есть ценное имущество или за последние три года он спрятал имущество от кредиторов, и у банка есть все шансы оспорить эти сделки. Банки до процедуры банкротства не имеют законного доступа к информации об имуществе должника, сделках за последние годы, и получить такую информацию они могут лишь в результате довольно-таки затратной детективной деятельности, которую для рядовых должников применять нерентабельно.